Саляму алейкум и сенмесес. Здравствуйте. Начинаем вторую передачу из нового цикла передач «Уроки истории». Этот цикл посвящается истории, интересным разделам истории татарского народа, российской конфедерации, истории мира, можно сказать, но глазами и интересами нашего народа и наших собратьев. Сегодняшняя передача продолжает разговор о крымских татарах, и это не случайно. События последних месяцев заставили нас усилить внимание крымской тематики, и оказалось, что мы иногда не все и помним о крымских татарах, о казанских татарах, а о том, что нас соединяет и разделяет. К нам часто обращаются. Чем отличаются крымские и казанские татары? Мы удивляемся, говорим, истории мы единой, языки схожие, но есть особенности, но мы татары. Хотя по переписи мы считаемся, конечно, разными национальностями. Сегодняшняя передача об интереснейшем человеке, Исмаиле Гаспрало, в рубрике «Ватандаш» выходит в эфир фильм «Татарстана нового века». Ну а сегодня мы говорим о нем с кандидатом исторических, филологических наук, доцентом Института международных отношений и истории и востоковедения Казанского федерального университета Азатом Ахуновым. Азат, давайте начнем с этого. Кто или что самое главное, что нас объединяет крымских и казанских татар при всем понимании различий между ними? Вот есть какой-нибудь столб или мысль или фраза или человек или событие, которое, ну, никак не позволяет разделиться? Ну, на самом деле, объединяет нас очень много и, прежде всего, наше общее прошлое, наша культура, которая тесным образом связана, с одной стороны, с исламом, с другой стороны, она тесным образом связана с тюркским миром, с тюркской цивилизацией. И в этом отношении Исмаил Бейгаспринский сыграл огромнейшую роль в объединении всех тюркских народов, в том числе и крымских и казанских татар. Удивительная история Российской империи. Сколько в ней неизвестных эпизодов, темных пятен, забытых имен. Славные биографии, выдающиеся деяния, яркие идеи, когда-то будоражившие воображение современников, скрытые завесы тайны от потомков, а духовное наследие представляет собой клад, который еще предстоит отыскать. Уже при жизни его называли величайшим мусульманским реформатором XIX века, просветителем, разбудившим тюркский мир. Авторитетный европейский и парижский журнал «Ревюду Монт Мусульман» выдвинул его на Нобелевскую премию мира. Трудно назвать какую-либо сферу культурной и общественной жизни, в развитии которой он не внес бы свой заметный вклад. Исмаил Гаспринский. Талантливый писатель и публицист, создатель национальной крымской общетюркской периодической печати, издатель, автор школьных учебников и пособий, организатор и пропагандист прогрессивного метода обучения в мусульманских учебных заведениях, известный и авторитетный общественно-политический деятель своего времени. Любой грамотный человек, татарин разных эпох, знает Гаспринский, особенно как главного редактора и учредителя, создателя газеты «Даджиман», который издавался 35 лет на татарском нашем и русском языках. И все же, вот он, общетюркская фигура, благодаря чему он стал? Благодаря джадидизму, о котором мы очень много говорим, но мы забываем о том, что родоначальником этого джадидизма все-таки был Исмаил Бейгаспринский, потому что он одним из первых начал обучать татар, крымских татар, позже тюрков Российской империи по новому методу, звуковому методу. Его первая школа была открыта в Бахчисарайе в 1874 году. Но вы уже сказали про газету «Даджиман Переводчик». В тех условиях, условиях Российской империи, когда отсутствовало средство массовой информации для татар, для тюрков Российской империи, «Даджиман» являлся единственным печатным органом, который доносил информацию о жизни мусульман, о жизни тюркских народов в самые глухие уголки Российской империи. Это был единственный источник информации, который выходил на родном, понятном языке для всех тюркских народов Российской империи того времени. И, конечно же, газета «Даджиман» была объединяющим органов всех тюрков. И вот это лидерство, вот этот авторитет Исмаил Бейгаспринского. А его в других странах тюркских народов знают? Турции, других... Ну, конечно же, в Турции, знают в Турции. Во-первых, конечно, потому что там большая диаспора Крым-Катарская живет. Ну и сами турки, турецкие ученые уделяют огромное внимание наследию Исмаила Бейгаспринского. Я общаюсь, очень много общаюсь с турецкими учеными, коллегами. Уже вышло где-то два или три тома собраний сочинений Исмаила Бейгаспринского. Яусак Пинар, профессор есть, очень известный, в Игейском университете работает. Он издал три тома сочинения Гаспринского. Постоянно обращается ко мне тоже, в том числе, за помощью, поддержкой, если он не понимает какие-то слова. Извини, в Турции много специалистов, ученых. А чем же он так? Он же обыкновенный мальчик из Бахчисарая, насколько мне известно. Он даже в военном училище учился в Воронеже, в Москве. А как он стал таким глыбой общетюркского мира? Благодаря чему явно в турецком и тюркском мире были и другие фигуры? И теологи, и историки? Может, биографию мы узнаем? Ну, конечно, это в первую очередь связано с характером, лидерскими качествами этого человека. Лидеры, они рождаются редко, фигуры, личности. Но, тем не менее, они очень много делают, меняют нашу жизнь. И Исмаил Беи Гаспринский, он тоже был по натуре, по своей природе лидером, ну, я бы сказал, авантюристом в какой-то мере, в хорошем смысле этого слова. Он родился в 1851 году в деревне Абджикой, это неподалеку от Бахчисарая. Ну, глухая деревенька. Родители его были, состояли на государственной службе российской. И отец Мустафа Хаспрала служил переводчиком у генерала-дъютанта Воронцова. Ну, и как любой военный человек, хотел воспитать сына тоже вот в таком ключе военном. Поначалу Гаспринский получил первоначальное образование в местном медресе. Ну, отец его отдал дальше Симферопольскую гимназию. Ну, ему показалось, что Симферопольская гимназия слишком либеральная, слишком либеральная, там мягкие нравы для его сына. И он дальше его отправил учиться в Воронежское военно-училище. После Воронежского военно-училища Исмаил попал в Московское военно-училище и продолжил образование военное. И вот самое интересное... Он будущий офицер российской армии мог бы быть, да? Почему он свернулся? Стать офицером, то есть это говорит о том, что власти вполне лояльно относились. Он не менял своей веры, он оставался мусульманином. Но человек воспитывался в русле русской культуры. И мало того, он жил и воспитывался в Москве в доме русского славянофила Коткова. Это очень знаковая фигура для конца XIX века. В его доме бывали многие деятели русские, в том числе и писатель Тургенев, с которым Исмаил Бейгаспринский познакомился в то время. Но все-таки вот этот шовинистический дух, который в доме царил Котков, он как бы стал противен Исмаилу. И вот эти национальные чувства, они все-таки сыграли, они стали преобладать. Он сбежал из этого училища московского, из Москвы, сбежал от Коткова и решил поехать на Крит. В это время началась война турков с греками, и он решил выступить на стороне турков, помочь туркам в этой войне, в этих столкновениях. Но туда он не добрался, поскольку у него паспорта не было заграничного, полиция его арестовала и отправила обратно к отцу туда, в Крым, домой. Ну и то, что у него образование уже какое-то имелось, он экстерном сдал экзамен, в 1870 году получил специальность учителя русского языка. То есть вот мы говорим про Гаспринского, про лидера тюркского мира, он имел диплом в гимназии по специальности учитель русского языка. То есть это человек... Еще два военных училища. Да, которые он не окончил, но тем не менее они, конечно, сказались на его характере, на его мировоззрение. Я просто хочу вернуться к тому, что этот человек не торгал русской культурой. Он был в русской культуре, жил этой культурой и любил ее, и постоянно, и всегда подчеркивал это в своих произведениях, особенно в тех произведениях, которые он писал на русском языке. Русский язык был у него практически таким же родным, как и родной... Парадокс в чем? В течение многих десятилетий, в годы советской власти, мы, студенты, ученики советской школы, российских школ, ничего подобного, никакого Гаспрала не слышали. Он фигурировал только в специальной литературе, как пан-тюркист. Это самый плохой человек, значит, любитель и возвышающий тюркские народы. Наверное, еще и по исламистам счислился, да? Самым неблагонадежным, самым плохим для России человеком меня удивляет. Почему? Почему Исмаил Гаспралы стал возвышенным таким скалой тюркского мира, и его фраза в мыслях, словах и в делах единства, призыв всем тюркским народам, висит на стенах в Турции, в тюрксу и в организациях, и вообще в сердцах, газетных полосах. Действительно, конечно, страны создаются не по этническому признакам, и многие страны, там, тюркские народы могут быть славянами, там, романо-германцами вместе, но в этнической культуре, в истории, все-таки вот это единственное, трудное единство, не всегда. Но тюркское оно есть, и не всегда оно враждебно, по сути, по отношению к странам других языковых групп и верований. Вот как Исмаил стал идеологом такого мира, и его незаслуженно возненавидела система? Ну, во-первых, надо сказать, что жупил пан-тюркизм и пан-исламизм, он искусственно выдуманный, искусственно созданный в стенах жандармерии. Существуют документы уже, это известный факт. Поэтому этот жупил, он был позже приклеен к самому Исмаилу Гаспинскому, хотя он, конечно, эти идеи, он, какие у него идеи были? Создать понятный для всех тюрков язык, выпускать газету. Общий язык. Да, общий язык. Не получилось, да? Да. Ну, когда, надо сказать, наверное, про саму газету, да, Тарджиман? Это первая тюркская газета. Ну, ради справедливости, надо сказать, что в 1875 году на азербайджанском языке и киньчи газета «Хлебопашец» выходила всего два года. Ну, и казанские татары на протяжении всего XIX века пытались получить разрешение на выпуск газеты. Этим и Хаюм Насари занимался, и другие ученые, но не давали разрешения, боялись, правительство боялось. А Исмаилу Гаспринску удалось получить это разрешение. И в 1883 году эта газета стала выходить. И она первоначало выходила на русском и крымско-татарском языках. Как понимали казанские татары этот татарский вариант, Аджиман? Ну, во-первых, казанские татары были хорошо образованы. Образован казанский татар владел арабским, персидским, османским, то есть турецким, старо-турецким языком. И это не представляло в нее трудности понять то, что написано в газете «Тарджиман». Ну, здесь надо сказать еще про роль Зухры Акчуриной, супруги Исмаила Гаспринского, которая была родом из Симбирска, из района современного Ульянска, Ульянской области. Которая тайком от мужа подправляла эти тексты, чтобы казанские татары редактировали незаметно. А кто финансировал газету «Тарджиман»? Насчет финансирования нет точных сведений. Сама газета, если поначалу она выходила в тиражон 300 инзипляров, позже в пику, в годы своей максимальной популярности где-то доходило до 20 тысяч инзипляров. Ну, Исмаил Бегаспринский искал меценатов, как и сейчас тоже самое происходит. В 1882 году, когда эта идея у него возникла газета, он уже был авторитетным человеком. Чем он работал? Он недавно только освободил пост мэра, говоря современным языком, Бахчисарай. То есть, поездив по миру, как уже специалист по психологии он стал? Поездив по миру в Францию, поучившись в Сарбоне, изучал самые современные методы управления, изучал систему образования в Турции. А что такое система образования в Турции? Это времена Абдул-Хамидов II. Это, значит, они копировали и французскую систему, наиболее передовую тогда. Исучив все это, он вернулся к себе в Бахчисарай. И уже какие-то амбиции у него появились. И он стал претендовать на... Ему захотелось большего. Он избрался депутатом Бахчисарайской думы. Гласным, как тогда говорили. Ну и, видимо, его деятельность в думе, то есть, он не просто сидел там и поднимал руку. Или там, как у нас сейчас делают, там, просто там карточку ставят. Он, видимо, проявил какую-то активность, его заметили. Ну, отличался, отличался. Отличался, стал замглавой представителя думы. И в 1879 году его избрали представителем... То есть, он возглавил думу Бахчисарая. Стал главой этого города. Важного города. И на посту этому он тоже не терял время даром. Бюджет Бахчисарая в три раза увеличился. Он открыл больницу для бедных. Провел освещение в городе. Много чего сделал. Ну, вот эти все его деятельности, в какой-то мере, вот эти амбиции, его подтолкнули уже к большим. Ему захотелось большего. Ну, в то время он решил, что он хочет делать что-то новое. Это в первую очередь, конечно, в системе образования. Он хотел какие-то нововведения вести. Для этого нужен какой-то орган, который бы объединил всех тюрок того времени. И стал искать спонсора. Вот что касается финансирования, в первую очередь он поехал в Казань в 1882 году. Он приехал в Казань, значит, повесил объявление, снял номер в гостинице. Это гостиница на улице Кремлевской, Джузеппе сейчас называется, остановился в этой гостинице. Говорят, что он литературный вечер хотел собрать, а туда почти никто не пришел, кроме Заки Валидей и братьев Ромеевых. Так? Он, да, он повесил объявление, что пройдет литературный вечер. И фактически пришли три человека. Это Шакир и Закир Ромеевы, то есть известные татарские предприниматели. Закир Ромеев, это также известен как поэт Дартмент. И Аллаербек, Зюль Гадаров, это кавказский предприниматель. Крымский татарин, выдающийся просветитель, приехал, решил литературный вечер устроить. Собрать собратьев Казанских, и тут пришли только два-три гаганда. Ну, цель была, конечно же, анонсировать эту газету будущую и собрать средства на ее издание. И потом очень много писали уже в советское время, в том числе, вот то, что казанские татары не поддержали Гаспринского в его начинании. Но здесь всегда нужно переноситься немножко в то время. В чем была ошибка Гаспринского? Он оказался не в том месте и не в то время. Он оказался, может быть, в то время, но не в том месте. Он снял номер в русской части города. Туда татары не пускали, на Кремлевскую тогда. И не пускали и не ходили. На Воскресенскую тогда. Да. Ему надо было для того, чтобы собрать средства, надо было прийти на пятничный намаз в мечеть Моржани. Моржани, да. И после намаза сказать, что вот братья... И вообще в Старо-Татарскую Слободу прийти. Да, или в Старо-Татарскую Слободу, то есть надо было выступить там, в Герте. Но тем не менее он нашел Старо-Тимошкина. Это родина Зухрей Акчуриной. Вот его, ее отец, такой суровый, крутой. Обрадовался он к такому выдающемуся деятелю, который ищет спонсора и отбирает его дочь. Асфандиар Акчурин был категорически против. Он, во-первых, Гаспринский хотя бы был человеком известным, уже авторитетом, уважаемым, но он был из обедневшего дворянского рода, из бедного рода. То есть он по статусу не соответствовал уровню Асфандиара Акчурина. И мы говорим, что Исмаил был авантюристом, в хорошем этом смысле слова. Он едет в Нижегородскую ярмарку, пытается договориться с Асфандиаром Акчуриным. Тот всячески противится этому. Потом едет в имение Карамысловка, это в районе Тимошкина, деревни Симбирской губернии. Заключает, не согласовав с отцом Зухры, договор брачный. Ну, в общем, Асфандиар приходит в бешенство, прогоняет Исмаила. Ну, вот молодые люди уже, они как-то хотят уже, несмотря на эти трудности, объединиться. Зухра Акчурин кричит с балкона, я на веки буду твоя, я готова там чуть ли не прыгнуть с балкона, твоя бить и так далее. Ну, в общем, Исмаил Вейгаспринский едет к муфтию Салим Гараеву, в Уфу. В общем, все это утверждают. Асфандиар Акчурин просит огромный колым. Тем не менее, Исмаил выплачивает все с большим трудом. Ну, значит, любил, раз на колым деньги все-таки нашел. Да, 2000 рублей и огромные деньги для того времени. В общем, они воссоединяются и начинают, вот у них начинается чистивая жизнь. А дальше Исмаил Вейгаспринский не только газеты издавал, он становился депутатом, он участвовал на съезде, на съездах мусульман России. Он стал лидером, даже когда скончалась супруга Зухра Акчурина. Он еще лет 10-15 жил, 10 лет жил, а газета его выходила до 1918 года. Получается, он так сильно приложил руку для того, чтобы демократические преобразования первой русской революции и второй революции состоялись. Ну, вот Зухра Акчурина все-таки сыграла большую роль в становлении этой газеты. Она взложила все свои золотые украшения, все свои драгоценности. Все, что есть у нее была, она продала. Она, конечно, полностью разделяла взгляды, стремления своего мужа. Да, вот Исмайл Гаспринский смог заниматься уже тем делом, в первую очередь это образование, система образования, становления, джидидистская, новометодная школа. Все это дало ему возможность этим заниматься. Но что касается финансирования, все-таки у него были хорошие отношения с властями. Газета жила в первую очередь за счет, если мы сказали бы современным языком, госзаказа. То есть местные власти постоянно публиковали, размещали объявления различные. То, что касается Таврической губернии, чтобы крымские татары могли с этим ознакомиться. Но это оплачивалось, естественно. И вот это был основной источник дохода существования газеты. Ну и Исмайл Гаспринский занимался написанием книг, развитием нового методных школ. И благодаря этому он стал популярным во всем мире. Это не только Тюркский мир, Российская империя, это Индия, это Египет. И индийские мусульмане даже выдвинули его на Нобелевскую премию. То есть у него был огромный авторитет. После того... Огромные возможности, чтобы гуманитарные дела вместе вести. Крым, Татарстан. Достаточно сказать, что основное поле вот этой гуманитарной, тюркской, в кавычках, националистической деятельности Гаспринского была Россия. Современная Российская Федерация, которая как бы открывала дорогу и его другим путешествиям. К сожалению, наше время очередной передачи цикла и уроки истории исчерпалось. Азад Ахонов, доцент Казанского федерального университета, нам рассказал не случайно именно так. Фильмы, научные труды о Гаспринском многое говорят. Мы специально его пригласили, потому что он о Гаспринском пишет статьи как о человеке. Вот человек, он как бы наш современник, мы сидели с Азадом, мечтали, а вот если бы тюркский мир или крымские татары, или мы, татары, избирали бы своего лидера, могли бы избрать такого. Нашелся бы такой, как Исмаил Бей, Гаспринский. И стали бы мы его отделить, наш, не наш, казанский, крымский. Как думаешь? Ну, он еще в свое время при жизни был неформальным лидером всего тюркского мира. Но сейчас трудно найти такого человека. Все-таки нас разделяют и границы, и конфликты различные. В 1914 году, когда Исмаил Бей, Гаспринский умер, Мусабигиев, известный татарский богослов, сказал, «Я готов лечь в могилу вместо Гаспринского, только чтобы он еще прожил 10 или 15 лет, чтобы еще успел сделать, еще что-то сделать для нашего тюркского мира, для нас татар, для нас мусульман». Это очень важная фигура. Надо ее изучать. Будем надеяться, что Крым, Татарстан, Россия, крымские татары, вот эти гуманитарные проекты, свою историю, правду о своей истории, свои достижения будут развивать. При любом раскладе всегда помнить о себе, ибо народы принадлежат сами по себе. Они не просто, они приложения к каким-то государствам. Я думаю, что Татарстан и Россия помогут и продолжат путь, которым указал нам Исмаил Бей, Гаспринский. Спасибо вам за участие в передаче. А следующие передачи также наши будут посвящены истории. Ждите нашей беседы с Рафаэлем Хакимовым, Индусом Тагировым и другими историками и специалистами татарского и тюркского мира. Рафаэлем Хакимовым Рафаэлем Хакимовым